Both – оба или обе. И тот, и другой. Either – или второй вариант произношения either. Можно произносить и так, и так. Никакой разницы нет. Either – either. Любой из двух. Один из двух тот или другой. То же самое можно сказать neither – или neither. Neither – neither. Ни тот, ни другой, либо никакой. В учебных заведениях наших, в отечественных, учителя чаще говорят neither – either. Вот так произносят, потому что считается это вроде как ближе к британскому классический вариант произношения. Ну, а вот в американских фильмах и вообще американский язык тяготеет к более сокращенным формам either – neither. Скажем так, дело привычки. Я, например, привык говорить either – neither, поэтому в этом уроке я буду так говорить. Если вы привыкли говорить either – neither, пожалуйста, говорите так. А в данном unity, я еще раз обращаю ваше внимание, речь будет идти все время о паре, то есть о двух предметах или там о двух людях, о двух животных, не о трех, не о четырех, а именно о двух. Все эти три слова будут выполнять именно такую функцию. Обратите внимание, что both будет использоваться в положительных предложениях и во множественном числе, потому что оба, видите, не один, а два. Either – иногда будет использоваться во фразах типа тот, либо другой, или в отрицаниях – не тот, не другой. Neither – только как отрицание – не тот, не другой. Первый пример. She has two children. Both are married. У нее двое детей. Оба, имеется в виду ребенка, женаты. Would you like tea or coffee? You can have either. Вы бы хотели чай или кофе? Вы можете иметь то, либо другое. Ну, в данном случае, видите, здесь не отрицание, а вот как будто альтернатива идет – то, либо другое. Do you want to go to the cinema or the theater? Вы хотите пойти в кино или в театр? Neither – или neither. I want to stay at home. Ни то, ни другое. Я хочу остаться дома. Would you like tea or coffee? Either – I don't mind. То есть, либо то, либо другое. Мне все равно. Я не против. Would you like tea or coffee? I don't want either. Если человек говорит прямое отрицание, немножко по-другому, то получается, я не хочу ни то, ни другое. Или можно было бы одним словом от отрицания сказать – neither – ни то, ни другое. Обратите внимание и не допускайте типичной ошибки, когда студенты делают двойное отрицание. То есть, правильно сказать – I do not want either. Неправильно сказать – I don't want neither. Получается двойное смысловое отрицание. Но это мы уже с вами проходили. Если вы вспомните принцип, как делается отрицание при помощи слова not и no, то мы либо говорим – he doesn't have any money. Not any. То есть, у него нет никаких денег. Либо мы говорим другой тип отрицания – he has no money. У него есть никаких денег. Самое главное – мы уже с вами говорили об этом – нельзя допускать двойное отрицание. Нельзя сказать – he does not, he doesn't have, и потом – no money. Получается путаница, как будто вы говорите not, а потом еще добавляете no. Подробнее об этом мы говорили в 71-м и в 72-м юнити. То есть, сказать – я не хочу ни то, ни другое – можно двумя способами. I don't want either. Я не хочу ни то, ни другое. Либо просто словом – neither. Ни то, ни другое. Но нельзя сказать – I don't want, и потом еще – neither. Это будет двойное отрицание. Посмотрим на следующий пример. Два окна и две книги. Both windows. Обратите внимание, что со словом both добавляется окончание s к существительному. То есть, получается два окна, множественное число. Both books. Обе книги. Теперь по-другому скажем. Either window. То есть, либо то, либо другое окно. Neither window. Ни то, ни другое окно. I like both of those pictures. Мне нравятся обе те картины. Здесь еще один момент. Обратите внимание, что может после слова both и вот этих слов either, neither, может добавляться предлог родительного падежа of, а может и не добавляться. То есть, можно сказать, I like both those pictures. Мне нравятся обе те картины. I like both of those pictures. Мне нравятся обе из кого-чего, из тех картин. Neither of my parents is English. Никто из моих двух, получается, родителей не англичанин. И еще раз обратите внимание на слово neither. Это слово в единственном числе. Получается, is. То есть, ни тот, ни другой. Теперь, как с местоимениями будут эти слова себя вести? Говорим both, either, neither. И потом объектное местоимение. Both of them. Они оба. Either of us. Ни тот, ни другой из нас. Или neither of you. Никто из вас. То есть, вот так вот будут местоимения ставиться в объектном падеже. Them, us, you. Ann has got two sisters. Both of them are married. У Анны две сестры. Обе из них замужем. Who are those two people? I don't know either of them. Кто те люди? Я не знаю ни того, ни другого из них. Или ни одного из них. Или никого из них, можно перевести. Опять обратите внимание, речь идет о двух людях, о паре. Ну вот, пожалуй, и достаточно для первого знакомства с этими словами both, either, neither. И теперь, как обычно, вам осталось на практике потренироваться произносить эти слова в предложениях. Повторяйте за британскими дикторами. И потом попытайтесь пройти тест. У Розмари двое детей. Оба женаты. Would you like tea or coffee? You can have either. Вы бы хотели чай или кофе? Можно сделать то, либо другое. В прошлом году я ездил в Париж и в Рим. Мне понравились оба города. Очень сильно. Есть два пути отсюда на станцию. Вы можете поехать любым путем. Ни тот, ни другой из моих родителей англичанин. Мне нравятся обе те картины. У Анны две сестры. Обе замужем. Том и я ничего не ели. Никто из нас не был голоден. Кто эти двое людей? Я не знаю никого из них. Удачи всем в изучении английского языка. С вами был Альберт Кахновский с сайта English03.ru Альберт Кахновский сайты. Продолжение следует...